Всем привет! С вами Дмитрий Побединский, вы на канале Кверти. Тему для этого выпуска предложил наш подписчик Александр Коровников. Он спрашивает, почему нельзя смотреть на сварку? И правда, с детства мы сталкиваемся с кучей запретов. Конфеты перед обедом не есть, пальцы в розетку не совать, без шапки на улицу не выходить, на сварку не смотреть. Но ведь так хочется, почему же нельзя? Вряд ли это платно или незаконно. Конечно, это опасно. Но все же, давайте разберемся, почему. Стоит уточнить, что видов сварки очень много. И сейчас речь идет о той, где используется электрическая дуга. Это ток, протекающий по воздуху между электродом и деталью. Ток очень большой. Температура в дуге может достигать 18 тысяч градусов по Цельсию. А это, между прочим, даже горячее сердце Энрики Иглесиус. От такой высокой температуры любой металл плавится и затем застывает, образуя сварной шов. И смотреть на электрическую дугу сварки вредно по простой причине. В ее излучении очень много вредного ультрафиолета. Мы его никак не чувствуем, никак не реагируем на него. Однако он очень сильно воздействует на наш организм. Энергия квантов у ультрафиолетового излучения больше, чем у обычного видимого света. Поэтому при поглощении он намного сильнее воздействует на клетки и ткани. По сути, ультрафиолет это как ФСБ электромагнитных волн. Действует незаметно, но эффективно. Но если вы засмотритесь на сварку, то произойдет следующее. Роговица и конъюнктивы глаза играют роль защитных фильтров от ультрафиолета. И если на них обрушится ударная доза излучения, то их клетки отмирают. Это приводит к жуткому воспалению, боли, чувству песка в глазах, светобоязни. Последствия эти проходят довольно-таки долго, несколько недель. И очень болезненно. Ну, а в особо тяжелых случаях можно вообще потерять зрение. Так что смотреть на сварку действительно опасно. Ну, может быть, можно издалека хотя бы. Может быть, есть какое-нибудь безопасное расстояние. Да, конечно, воздух не поглотит весь ультрафиолет на расстоянии 10 метров. Но здесь же работает закон обратного квадрата. Если мы увеличим расстояние в 10 раз, то тогда интенсивность излучения уменьшится в 100 раз. Ну, а если расстояние увеличить в 30 раз, то интенсивность ослабнет вообще в 900. Да, да, да. Внимание! Для всех любителей сварки такое безопасное расстояние есть. Конечно же, оно зависит от нескольких параметров. Это мощность дуги, материалы сварки и, конечно же, время просмотра. Подробнее эти расстояния можно посмотреть по ссылкам в описании к этому видео. Но, глядя на эти таблицы, можно заключить следующее. На любую сварку, без защиты, можно смотреть в течение 10 минут с расстояния 22 метра и более. Это будет безопасно. Конечно же, это не призыв к действию, не нужно пялиться на сварку, чтобы стать, например, супергероем. Но и бояться ее тоже не стоит. И вот что интересно. Сварка это же не единственный источник ультрафиолета. Например, солнечный свет. Он, кстати, на порядок мощнее. Да, конечно, он проходит через толщу атмосферы и при этом большая часть ультрафиолета поглощается. Но кроме Солнца на небосводе есть и другие звезды, которые тоже должны излучать ультрафиолет. И вот тут возникает проблема. С одной стороны, они очень далеко. Поэтому от них приходит очень слабое излучение, которым можно пренебречь. Но с другой стороны, их же очень много. Если считать, что Вселенная бесконечна, то тогда куда бы мы ни ткнули пальцем в небо, мы там далеко ли, близко ли обнаружим хотя бы одну звезду. Здесь реально работает принцип пальцем в небо. Это как в густом лесу. Вы повсюду окружены удаленными деревьями, куда ни посмотри. А звезд во Вселенной вообще бесконечное количество. Получается, что мы отовсюду должны быть освещены звездами. Энергия их излучения должна складываться и, по сути, просто ослеплять нас. Ночное небо, по идее, должно быть таким же ярким, как поверхность Солнца. Однако, оно черное. В чем же дело? Это называют фотометрическим парадоксом. И объяснение таково. Да, Вселенная безгранична, но ограничения в ней есть. Например, возраст Вселенной. Она не вечна. Ей чуть больше 13 миллиардов лет. И скорость света. Она тоже не бесконечна. Мы можем увидеть звезды, только когда свет от них дойдет до нас. И от очень далеких звезд свет еще просто-напросто не успел дойти за все время существования Вселенной. Если сравнивать Вселенную с большой грозой, то мы просто-напросто ждем грома от очень далеких молний. И получается, что нам для наблюдения доступна только ограниченная часть Вселенной. Только те места, откуда свет успеет до нас дойти. Так что в некоторые уголки Вселенной нам заглянуть никак не получится. Но не стоит отчаиваться, ведь и в видимой части Вселенной очень много загадок и тайн. Начиная с черных дыр и темной материи, заканчивая исчезновением зарплаты за неделю и популярностью Кардашьян. А на этом все. Не переставайте раскрывать тайны Вселенной, даже самые маленькие. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте в комментариях пожелания по темам для следующих видео. И, конечно же, спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok